Субтитры делал DimaTorzok Кто еще не в курсе, блок питания у меня сгорел, к чертовой бабушке, все, приказал долго жить, пришлось как-то напрягаться и покупать новый, вот такие дела, но это не суть важная, лирическое отступление, все хорошо, у нас идет уборка картофана, картофан убирается, рабочие кругами ездят, ну все как обычно. Исполняет, да, что, посмотрите. Класс. Сразу скриншотик, отлично. Сейчас посмотрим. У меня маршрут даже не сохранен этот. 42. Все, поехал разгружаться. Странно. Ну-ка, вызвай транспорт. Едешь? Ну давай, пили сюда. Что у нас нового хорошего случилось? К слову, пока у нас тут уборка идет, вон там все у меня засаживается овсом. Да, овес мы здесь делаем. Здесь у нас убирается картофан, денег минус 8700, лесом я как-то больше не увлекаюсь. Так, давайте вот этот маршрут мы сохраним. Сохраним. Шестнадцатое. Подождите. По... Тейта. На склад. Так. 196 тонн уже. Да, разгружается, все шикарно. Вот эти триггеры разгрузки, прям вообще, огромное спасибо этому доброму человеку. Он наверняка знает, наверняка смотрит, поэтому огромное спасибо. Все хорошо работает, эти триггеры вот эти все работают. Разгрузка у нас здесь идет. Все шикарно. И что еще? Что еще у нас есть? С лесом надо как-то решать вопрос. Ну да ладно, к лесу вернемся мы немножко позже. Что нового у нас случилось, нового хорошего? Перевел много я всего здесь. Ну реально, достаточно много. Начнем вот отсюда мы, да? Здесь у нас переведены вот эти все страницы животноводства первая, вторая, третья. То есть здесь у нас переведено, значит, вот эти все количества. Автор карты пишет вот здесь вот Young Animal, то есть молодые животные, то есть там молодые свиньи, там он пишет. Здесь вообще написано Beef. То есть, ну, есть определенные косяки. Будем считать это авторским переводом в моем лице, да? Я сделал как мог, прежде всего делаю для своей комфортной игры. Ну, я не считаю себя каким-то там уродом моральным, да? Поэтому, ну, что подходит мне, подойдет им большинству из зрителей, скажем так, кто будет играть. Поэтому молодые животные я поменял на тупо на количество. То есть здесь должно отображаться количество этих свиней, телят, бройлеров. Ну, вообще-то они курицы называются, но с прошлого сезона, да? То есть как уж решили, значит, решили. Значит, бройлеры здесь у нас, коровы. Вот с коровыми овцами здесь было написано молодые коровы и здесь молодые овцы. Можно, конечно, ягнята написать, но молодые коровы, телята. Ну, телята у нас есть. Здесь Beef. Ну, говядина. Писать здесь говядина как-то смысла нет. Ну, в общем, вот таким образом это будет выглядеть сейчас. То есть у нас есть свиньи, у нас есть телята, бройлеры, коровы и овцы, которых мы сможем продавать. Да? Выращивать и продавать. Это все отлично. Кстати, в карте в этой прописано и ламы. Еще один вид животных. То есть он здесь есть, уже прописан, но свинарника под лам нет. Здесь у нас наша вся статистика пока что здесь не так богато, как у нас было, да? Дальше. Что еще? Что еще переведено? А переведено я даже не знаю. Ох, какой чумазый. Очень часто мне пишут в комментариях в группе, спрашивают и спрашивают в личных сообщениях ВКонтакте. Пишут, как поднимать, опускать эти триггеры. Ребята, постоянно показываю, постоянно использую, но кто не видел, обращаю ваше внимание. Вот сюда подходим с водительской стороны. Вот эта штука. И слева видим опоры поднять, опустить, кнопочки. Все расписаны, да? То есть это все поднимается, это все опускается, все работает. Поэтому, ну, мешать чуваку не будем. Он там с умным видом сидит. Поэтому пускай убирает. Дальше, что еще? Лес. Ну, вот лесом я как-то не особо горю желанием заниматься, как я говорил. Поэтому, наверное, мы его продадим. Продадим, да? Где у нас тут? Вот этого, наверное, скорпиона точно, наверное, продадим. Будем деньги делать именно с помощью... Хотя, с другой стороны, в дальнейшем он нам нужен будет. Нам нужны доски на лесопилку. Нам нужно, в принципе, везде это. Блин, а где мне по-быстрому денег-то поднять? Придется картофан потом возить, продавать. Потому что денежки у нас просто улетают. Вон там посадка идет у нас. Овсом засаживаем. По складам. Опять же, было... А, вот здесь еще у меня косяк есть. Я его, кстати, забыл переделать. Гомогенизированное молоко. У нас есть картошка, у нас есть пшеница и гомогенизированное молоко. Это раз. Это тоже все переведено. А пик фураж, вот этот, я перевел как свиной фураж. Можно, конечно, как свиной силос перевести, но... Как это будет дальше, я не знаю. Поэтому будем смотреть сами. Пшеница. Ну, в принципе, как-то вот так вот. Поэтому баланс у нас просто отвратительный. Кредитов у нас 200 тысяч, поэтому работа идет. Но сейчас основная задача простая. Убрать вот это поле. Убрать вот это поле, да? И... А, вот что я хотел-то еще сделать. Стоп. Где ты, мой друг любезный? Вот он. Нам вот эти виллы абсолютно не нужны. Вот эти захваты для поддонов, да? Теперь у нас... Это все шикарно катается. Давайте смотрим гараж. Их мы продаем. Ага, продать-то мы их продадим, а купить не сможем, да? Печально. Можно вот это продать. Мне это не требуется. Больше. Продать. Вот эта штука для силоса. Нам еще селка для кукурузы нужна. Печаль, тоска. Как говорят, денег много, да? С такими большими полями, столько возможностей. Я сразу же из огня до вполымя, то ничего не было, то сразу кинулся все продавать. Чтобы купить и наладить производство картофана, да? Можно, да, без вопросов упасть опять. Так, кстати, нам вот эта селка не нужна. Ой, селка, говорю, культиватор. 34500. А хотя нужен, чтобы картошку садить. Блин. И это надо, и это надо. Я хотел вообще купить ковш для погрузчика. Вот это давайте продадим. А то болтается. Вот для этого Липхера я хотел купить ковш. А стоит он ни много ни мало. 1800. 9, 10, 600. Нам надо где-то нарыть денег. 10, 600. Я не знаю, что продать. 10, 600. По факту. Давай, прекращай. Поехали, попробуем картофанчик продать. Сейчас загрузим. Сгоняем, продадим. Посмотрим, сколько денег это будет. Ну-ка, ох, заносит. Прям на жопе у нас висит там много веса. Так. Нифига, какой толстый картошка какая. Анимация-то какая сделана. Ну, прям картофан там, я не знаю, с полчеловека. Поехали. Продадим картофан. У нас продается где? Картофан. Картофель у нас на складах 246 тысяч. CMC компостинг 257. ЖД-станция. Картошка нужна на мукомольном заводе. Прикольно. Почему нет-то? Я думаю, что мы бы отвезем на ЖД-станцию. Отправим паровоз. Получим двойную прибыль. И будет все классно. 250 умножаем. Это 10. Ну, это 1016. 17, может быть. Ну, где-то так. Если на вскидку. Особо нет желания считать там эти копейки. Но должно нам хватить. Должно. Поэтому вот один сейчас продадим. Давай, поливай. Продаем. Отправляем паровоз. Получаем денежку. Заносит, как на больших скоростях. Надо быть поаккуратнее. Так, у нас там палеты с досками. Лесопилка работает. Все хорошо. Да, бревна вон заезжают. Я вон вижу в левом верхнем углу там бревна подаются. Лесопилка работает. Палеты с досками производятся. Так что все классно. И, кстати, имеет глюк вот этот вот, который был на лесопилке, точно такой же глюк на станции по переработке. Одиннадцать двести. Одиннадцать двести семьдесят четыре. Прекрасно. Это мы получим по факту. Двадцать две тысячи. То есть я был даже не прав. Обсчитал сам себя. Шикарно. Сейчас прибыль от паровоза прилетит. Мы покупаем ковш. Ту-ту. Езжай. Соответственно, мы покупаем ковш и едем... Хм... Едем как вариант проверять, как у нас будет в наших вот этих прицепах возиться вареная картошка. Да, новая культура. Скажем так. Так ее обзовем. Новая культура. И как у нас будет погрузчик наш. Стандартный ковш. Как он будет работать с вареным картофелем. Надо же его будет там с этого поддона забирать. Как то. Поэтому... Пока мы заняты немножечко. У нас вот... Вот этот товарищ съездит и разгрузит. Езжай. Давай. Отлично. Так, здесь посадка идет. Здесь у нас мы продали. Здесь у нас... Подождите, а где деньги за паровоз? Денег дайте мне. И к слову сказать... Пока ждем деньги. Да. К слову сказать, что... Хм... Пока ждем деньги, да? А времени-то нормально уже так прошло. Обманули? Обманули демоны. Придется... Придется еще раз вести. Поехали. Ну, со второго раза должно быть точно. Со второго раза должно хватить. Но у меня просто на стекущую секунду, кроме леса и продажи урожая вот этого, у нас вообще ни одного способа я не вижу, как заработать денег. Нам нужно еще накупить простых коров. Я еще хотел посмотреть, как у нас это гомогенизированное молоко. Я, кстати, вот эту табличку... Не табличку, а надпись вот эту поправлю. Вот эту сокращу как-нибудь. Гомоген и точку поставлю. И будет написано гомоген молоко. Ну, чтобы влазило. И все. И оно будет у нас таким вот образом выглядеть. Гомоген молоко. Или гомо молоко. Ну, как-то так. Да что ж таскает-то вот? Как-то таскает. Поворот. Последние копейки зарабатываем. Покупаем ковш и едем продавать еще вареный картофель. Вот паровоз вернулся, а денег нам не дали, да? Двойной навар с картошки не выходит. Поэтому можно будет возить на CMC компостинг. Это где-то... Это вот сюда, что ли? Так, а тут только компостная станция. Хм. Странно. Но, тем не менее, у нас есть 12 тысяч. Отправляем на всякий случай. Пускай едет. Так, 12 тысяч. Покупаем ковш. Покупаем ковш. Сколько у него объем? 4 500. Да, неплохо. Меня устраивает. Возвращаем его на базу. Просим сразу доставку нам организовать. Едем. Убираем, наверное, еще один разок картошку. И потом этот прицеп мы погоним для проверки. Как будет у нас загружаться это все дело. Вареного картофана надо будет в него засыпать. Давай, 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 давай. Прям уже грязненький. Мойку я еще пока не устанавливал. Поэтому техника у нас такая немножко уже ужасная. Налицо ужасная. Доброе внутри. Так. Запустить по маршруту. Еду к комбайну. С тобой все хорошо. Вот этого, кстати, надо в группу добавить какую-нибудь... А, он добавлен у нас в четвертую группу. Хорошо. Поехали. Здесь мы курс плея убираем. Включение курс плея. Здесь цепляем. Поехали. Эх ты ж. Ну все, не слава богу. Погнали. Липхер. Девятиметровая сейлка. Прекрасно работает. Мне так нравится. Ну с такой скоростью это все дело я сейчас начал убирать. Засаживать поля. Ковш. Ковш четыре с половиной тонны. Обошелся для меня в продажу ста тысяч литров. Ну, для общего счета, да. Сто тонн картошки пришлось продать, чтобы купить ковш. Так-то бред. Ну да, у нас там еще долги были. Так, как у нас здесь работа идет. Бочка наша. Так, здесь все моется, все парится. В принципе. Ага, я еще хотел проверить. Кто-то мне написал в комментариях. Я вот не помню, к сожалению. Но какой-то хороший человек мне подсказывает, что в городе вода бесплатная у нас. О, тут даже чуть-чуть есть. Уже нападало. Сколько тут? Вареного картофана 1333. Ну, попробуем зацепить хотя бы эту тонну. Так. Аккуратненько. Ну, давай. Отлично. Смотрите, что. Класс. Мне нравится. Мне нравится. Но опять же, я уже потом тогда за кадром. Пускай здесь у нас уборка идет. Я за кадром проверю, чтобы это все хорошо работало. Так, бочку. Пододвинуть надо. Чтобы ровно было. Это есть. Здесь мы сейчас разгружаем. И зацепим бочку под воду. И скатаемся, посмотрим. В городе, говорят, есть какое-то озеро. Но там на самом деле, то есть, вот на карте здесь не показано почему-то. Но здесь есть и озеро, и всякий там парк какой-то, да? Река какая-то там есть. И якобы там у нас вода бесплатна. Если там вода бесплатна, то это вообще круто. Это просто будет халявка. Так, все, прервать маршрут. Поехали. По-быстрому. Здесь высыпаем. Здесь высыпаем. А давайте до 100% допинаем. Все-таки что-то же уже успело помыться, правильно? Как же тяжело устанавливается. Масса такая большая. Давай. Заезжай. Сыпем. Остатки высыпаем на склад. Цепляем бочку с водой и гоним в город. Так, 20 тонн. 14 тонн скинули. Хорошо. Так, остатки высыпаем здесь. Класс. Шикарно. Шикарно. Давай закрывай. Хорошо. Теперь это мы для ускорения производства. Скажем так. Чтобы 20 раз не гонять туда-сюда. Так. Бочка наша. Сквозь бочку заезжаю. Потому что не поднимал я эти аутригеры вот эти вот, да? Опоры. И точно так же ее поставил. Поэтому она у нас будет стоять. Ну, стоит вернее. На опущенных опорах. И поэтому приходится заезжать так в нее. В нее прям въезжать. Так, где у нас бесплатная вода? Вон там фонтан и какой-то пруд. Ну, вот, кстати, лужа какая-то. Давайте. Нет. Не набирает. Не набирает. А может быть поглубже немножко как-нибудь. Вот так. О! Отлично! Засасывает. Деньги тратятся за посадку. Но я не вижу. Так бы вообще очень быстро пошло бы денежки списывать. Так что шикарно. Да, спасибо. Спасибо за совет. Будем знать. В городском пруду такой грязный ман такой приехал в воду завалился. Там ниже по течению там разводы там кошмар. Но тем не менее 20 халявных тонн воды. Классно. Ну и вот эта дорога наверняка не предназначена для грузовых автомобилей. Кстати, есть. Надо запомнить. Запомнить маршрут. Вот этот нас выведет к продаже компоста, да? Садовое товарищество. Ну как-то вот так. Так что ребята, в принципе все здесь на сегодня все. Я думаю, что я думаю, что мы будем заканчивать здесь и уже продолжим в следующей серии. когда я уберу весь картофан, когда я там все засажу, сколько-то у нас картошки сварится и мы будем ее продавать. Опускаем. Опускаем. надо будет нам покупать животных. Во-первых, свиней, чтобы разобраться, что у них там за фураж такой. И самое главное, я еще хочу купить простых коров. Нам нужно еще травы купить, не купить, а сенокосилку купить и травы накосить где-то. Короче, дел масса. Дел масса. Так, маршрут. Ага, и весь мой курс плейс летел, да, ни одного маршрута. Классно. Классно. Это просто великолепно. Поехали. Это у нас уже вот это вот садовод уже быстро догоняет. Надо успевать, потом еще поле надо будет удобрить. Ну все, ребята, я думаю, что вам понравилось. Не забывайте оставлять комментарии. Увидимся с вами в следующей серии. С вами был Серега. Всем пока.